Еще мне обидно было, как ветеран. После этого факта, ну, я приехал с маленькими детьми, им было по два года, это 2001 год. Мы проводили в Республике Мордовик международный слет афганцев. Ну и за работу мне предоставили путевку в санаторию Русь. Двое детей, супруга. С дороги дети уснули, ну и буквально через час спящих детей подымает охрана, и меня просто-напросто оттуда выгоняют. Чья охрана? С маленькими детьми. Когда я стал разговаривать с охраной, Александр Петрович, мы ни при чем. Чапурно Андрей Геннадьевич приказал тебя отсюда. А почему? За что? Ну, видимо, когда мы попросили о отчетах этих квартирах, о деньгах. Слишком много вопросов задают. И мы не то, что задавали вопросы, мы тогда решительно потребовали вернуть эти деньги, вернуть эти квартиры. Андрей Геннадьевич, добрый день. Добрый день. С нетерпением жду ваш звонок, а вы не звоните и не звоните. Извиняюсь, а что я должен был звонить? Ну, во-первых, вы никому ничего не должны. А во-вторых, я думал, что вы как-то откликнетесь на те анонсы фильма, посвященного вашей жизни, вам лично, которые появились в интернете. Караулов моя фамилия, Андрей Викторович, может быть, слышали. Журналист. Да, Андрей Викторович, добрый день. Большой фильм, посвященный вам. Для меня после трупов Ходорковского, моей работы, это самая серьезная картина. Она полностью посвящена вам. Хотелось бы, чтобы вы как-то вот тоже приняли участие в нашем разговоре. Ну, я понял. То есть, это по инициативе Франца Адамовича, да? По инициативе Караулова Андрея Викторовича, с которым вы сейчас разговариваете. Да, мне многие ветераны афганских войн рассказывали о том, что происходит у вас в Союзе, о попытке убить Клинцевича, о фальшуем ордене на вашей груди. И, в конце концов, я вот... Да, о коррупции, конечно, прежде всего, о хищениях. Поэтому я решу... Давайте, знаете, с таким интенсивным разговором вести. Я даже, честно говоря, не... Ну, только не мерничайте, пожалуйста, Андрей Викторович. Ну, и такие вещи говорите... Ужасные. После Ходорковского... То, что вам Клинцевич наговорил, вы уверены в этих словах? Андрей Викторович... Вы ему верите беззаветно и преданно? Вы задаете глупый вопрос. Вы повторяете глупости, которые Франц Адамович озвучивает? Андрей Викторович, Франц Адамович Клинцевич не выступает, к сожалению, в нашей картине. Я очень хотел, чтобы он был участником разговора. Я просто говорю, что вы это повторяете, вот, не разбираясь, не вникаясь... Андрей Викторович, вы пришли, посмотрели... Может, секундочку, я вас прерву? Вы пришли... Вы приходите в студию, вы же мужчина. Мы к вам относимся серьезно. Я готов прийти куда угодно. Пожалуйста, ждем с нетерпением. Когда? Смотрите время, пришлите, пожалуйста, и мы дальше все это дело с вами порешаем. Я так понимаю, вы хотите за моей спиной меня обливать грязью. Ну, хват вам руки, тогда все хорошо. Андрей Викторович, вы как-то не поняли смысл моего звонка. Какая нервная реакция. Еще раз. Наверем Чепурнова. Мы не гордые. Он разданет. Стать и сообщение, наш ответчик. Господин Чепурнов, это Караулов. Будьте добры, возьмите трубку, пожалуйста. Вы сейчас в прямом эфире, вас слышат все наши зрители. Я не договорил, или у вас какие-то проблемы с телефоном. Андрей Викторович, будьте любезны, трубку снимите. Я еще раз приглашаю вас в нашу картину. Жалко, что вы вдруг нас не услышали. Господин Чепурнов, и всего доброго. До свидания. Что он уверен делать дальше? Допустим, мысль следствия будет затягиваться. Ваша позиция? Я думаю, мы будем искать честных следователей. И у нас, я думаю, получится их найти. Вы знаете, кто расследовал Котляковский взрыв? Кто? Парень, который вместе служил с Францем Адамовичем, в прошлом афганец. И он докопался до истины. Он сидел день и ночь, были так запутаны следы. Там был создан штаб. Он был награжден орденом мужества за раскрытие вот этого преступления. Да, но Радчиковы суд оправдал. Он был арестован как организатор. Все вышли. А потом все-таки докопались до истины. Всех вернули в зад. Радченко, Валера, погиб. В автомобильной катастрофе. Остальные были осуждены и получили все по заслугам. 14 лет за каждого человека погибшего. Сейчас уже кто-то вышел. Анохин был позже пойман. Кто исполнитель. Езжал мне руку и спрашивал, а где Франц-то? Я за него. Ну тогда прощай. Он не ожидал, что так получится, что я сойду с фугаса, который стоял. Так и сказал прощай? Так и сказал прощай. Вот там на кладбище? Прямо на кладбище, да. Потому что был уверен, что я тоже уйду в мир. А дошел в сторону и взрыв. Да. Какие-то секунды, да. А он сказал прощай. А Клинцевича ждали. А где был Клинцевич? А Клинцевич был на парашютных прыжках. Со сломанной ногой находился дома. И говорит, будь там до конца. И когда я ему позвонил, что до конца был, и все погибли. Разорванные люди. Погибла журналистка, которая брала интервью и оторвала голову. Страшная картина была. Оператор как снимал, так и снимал все это дело. И это, кстати, помогло следствию. Потому что нашли пульт от телевизора. То есть эти ребята даже не скрывали, что они будут вас убивать? Не скрывали. Ходоков много было. Но мы относились с недоверием. Что не может быть, чтобы свои же, с кем воевали. Тем более на кладбище. Как трусость. Почему? Это были настоящие трусы. Посадили где-то снайпера. А чтобы убить одного человека, завалить сразу всех, кто был за вот этим вот столом. Это проще вроде. Заложил, отошел в сторону. И все. Вы допускаете мысль, что вам всем. Именно потому, что вы привилит следователь. Не только Клинцевич. Вам украшает опасность. Вот был взрыв на кладбище. 14 трупов в одну секунду. Вы понимаете, что может... Не дай бог мне накархать, конечно, но повториться. Я знаю, Диан Андрей Викторович, я не исключаю этого. Вы почему этого не исключаете? Вот сейчас очень важный поворот. Вы допускаете мысль. Знаю психологию этого человека. О чепурном говорим. Я предполагаю, что может человек этот и обратиться обратно в 90-е. То есть пойти на все? Да, пойти на все. Чтобы не потерять власть. А вы не боитесь за себя, за своих детей? Мы давно уже не боимся ничего. Что нам бояться-то? Мы создавали свои организации. Факт хищения, как мы предполагаем, в таких размерах. Андрей Викторович, мы сделали свой выбор. Мы от него не отступим. А сегодня вы верите в то, что следователи установят факт хищения, доведут дело до конца, по закону будут работать? Но то, что вы делаете, это мы поднимаем общественные мнения, чтобы довести людям, что идет опять ситуация очень опасная. И на стрие стоит тот, кто поднял этот вопрос. Котляковское кладбище номер 2. Да, Котляковское кладбище номер 2. Клинцевич стоит в стороне, пусть правоохранительные органы проверят и сделают все по закону. Это возникает масса негодования, клеветы со всех сторон. А это правильно, что он стоит в стороне и не бьет тревогу сам? Ведь о его жизни идет речь, как председатель. Он делает правильно то, что с позиции сенатора он не прикрывает безхозяйственность фонда инвалидов. И говорит правоохранительные органы, проверьте честно и объективно. Вот и все, что от вас надо. Потому что люди терпеть дальше не будут. И в той ситуации, в которой оказались на сегодняшний день ветераны и инвалиды, грабить государство, уже мы не работаем на коммерцию. Это бюджетные деньги, которых и так не могут поделить ни врачам, ни учителям. А уголовное дело ведут следователи МВД? Ведут следователи МВД. На контроле стоит у прокуратуры. У генеральной. У генеральной, да, на сегодняшний день. Мы ждем результата. Проверьте честно. Если честно проверено не будет, естественно, то, сами понимаете, может возникнуть все, что угодно. У кого есть деньги, деньги это инструмент. Можно заказать, можно нанять киллера, заплатить судье, чиновнику и ничего не бояться. Я хочу сказать, что у нас довольно сплоченная и сильная организация. Слово месть, наверное, это неправильно. Человек уже сам себя в этой жизни наказал. Если это надо, мы выведем людей. На улице. Мы приедем сюда, если это необходимо. Да. Да.